Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между украинским Кабмином и правительствами Литвы и Польши о создании совместной воинской части. Бригаду учредят для участия в международных операциях, которые будут проводить на основании мандата Совета Безопасности ООН и решению полномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Соглашение остается открытым. К нему могут присоединиться другие государства, если их пригласят. В Киеве на Михайловской площади молитвы почтили память героев Небесной Сотни. Одновременно акция прошла еще в трех городах Полтаве, Житомире и Виннице. Сьогодні, у цей важкий день для України, ми хочемо нашими скромними засиллями показати якийсь променщик світла через символизм, через співаючих дітей, через голублів миру. Показати, по-перше, згадати добрым словом героев Небесной Сотни, показати, що ті идеали, за які вони померли, вони ще живі, і за них варто боротися, і в нас є надію. Перший транш кредита от МВФ Україна може получить до 9 марта. Об цьому сообщила міністр фінансів Наталья Ярейська. Решення МВФ Україна може ждати в течіні недели після того, як виконат предыдущі об'язательства. Після цього нам переведуть перший транш. Також міністр фінансів отметила, Кабмин хотів би получить перший транш на як можна більшу сумму, щоб почати восстаналювати банковську і фінансову системи країни. Зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут уменьшить. Над цим задумався парламентський комитет по вопросам екологической политики, природообразования і ликвидації последствий аварії на ЧАЭС. За 29 лет 30-километровая зона претерпела значительные изменения. Сегодня площадь поражения уменьшается в 10-ти километрах вокруг АЭС. На остальной территории можно создать биосферный заповедник. Там будут проводить профильные исследования флоры і фауны. Но пока окончательное решение комитет не принял. Сильные снегопады парализовали жизнь в столице Иордании, Амане. Из-за нетипичных осадков власти объявили в регионе самый высокий уровень опасности. Синоптики предполагают, что такая погода продержится до конца недели. С施оносер-доста Уж pregnant и профессиональна на С plötzlich поговори на правилах И Angie-амана Субтитры подогнал «Симон»